Я держу в руках документы, которые у меня доставили сегодня, и у меня все руки трясутся, я трясусь вся, сейчас буду раскрывать, и мы узнаем, что же, какой результат по визе у меня, и вообще, что меня ждет. Всем доброе утро, вот такая страшная я сегодня, потому что не накрашенная, ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Губы я накрасила, честно признаюсь, бальзамом, потому что что-то они у меня пересохли. И меня жутко обсыпает, извините меня, прыщиками всевозможными, потому что я нервничаю. Нервничаю я из-за того, что неопределенность. Жить в неопределенности хуже не придумаешь. Ну вообще, если так подумать, то я последние пять лет так и жила в неопределенности. Мне кажется, что это мое постоянное состояние. Вы прекрасно понимаете, что я сейчас жду результаты визы, и когда вы находитесь в подвешенном состоянии, вы не знаете, какой конечный результат, конечный итог. Вроде бы все должно хорошо сложиться, а вроде бы и с чего вдруг должно все хорошо сложиться. В общем, ты постоянно сомневаешься в чем-то, но в то же время ты веришь в себя, веришь во все самое лучшее и надеешься. Это, наверное, спасает мою ситуацию. Просто я очень переживаю, и я хочу, чтобы все только в положительную сторону решилось. И поэтому меня сейчас обсыпать. Я постоянно трогаю свою кожу. На нервной почве, видимо, вот что-то там ковыряюсь. И у меня начинается сыпь на лице от того, что я, можно сказать, занимаюсь самоинфицированием. Я там что-то давлю, что-то там чешу. Короче, это ужасно. Лучше не трогать свое лицо, когда вы нервничаете, успокоиться. Я теперь буду как-то восстанавливать свою кожу, потому что это капец. Нет, Сарочка мне таскает все время со школы, с лагеря снеки. То, что она не ест. Вот она апельсиновый сок принесла в пакетики. Спасибо, дорогая. Я его, кстати, там и выпью, давай. Я его не люблю. Да. Скажи, куда ты сейчас идешь. Скажи, всем привет. Я, всем привет. Я сегодня иду. Я, конечно, вы знаете, что я уже каталась на роликах. На коньках. Но я не училась на коньках. Сара на мечта сбылась. И теперь Сара будет ходить на коньки. С этого дня я записала ее на групповые занятия. И будет тренер. Так что раз в неделю Сарочка будет учиться на коньках кататься. Вот. И стоит это 100 долларов 5 недель. Но 5 занятий, грубо говоря, потому что раз в неделю занятия. Кстати, здесь коньки входят в прокат. Отдельно не надо за них платить. Ходи аккуратно. Учись. 15 минут у них разминка сейчас. Как дела идет кейпопу, да? Тебе понравилось? Ты можешь еще покататься чуть-чуть. Да. Мы снова с Сарой приехали на пляж Ханнимунд. Сегодня здесь очень мало людей. И вода очень теплая. С Сарой у нас сегодня русалочка. О, у меня сейчас фьерка. Нет, новички, только Леша. Ну что, мы приехали с пляжа. Я сразу нанесла себе масочку Glam Glow Glitter Mask. Она очень хорошо подтягивает кожу. Ну и плюс питает ее. Вообще, мне кажется, у нее такие же функции, в принципе, как и у серебряной маски от Glam Glow. Ну, для разнообразия можно поделать. Представляете, сегодня мы целый день пробыли на пляже. Еще я встретила свою зрительницу. Прям в воде. Ее зовут Лилия. И она очень приятная. Мы разговаривали, я думаю, полтора часа точно разговаривали. Прям в воде, в соленой. И она мне очень много всего подсказала, куда можно съездить, посмотреть. Места интересные здесь, в нашем районе. Плюс еще сказала, что заедь в Sprout. Магазин у нас есть Sprout. Ну, в общем, такой магазин органик, типа Whole Foods. И там купить черешню и клубнику, там акция. Я заехала и купила. Еще она мне подсказала польский магазин, где очень вкусный хлеб, колбаса и всякие наши няшки-вкусняшки. Видимо, у всех органических магазинов бумажные пакеты. Whole Foods бумажный и вот этот магазинчик у них тоже бумажный пакет. Клубника вот этого бренда, 99 центов лоток. Для Америки это дешево. Но я купила два лотка. И вот черешня, где-то полкилограмма, доллар 99. Это тоже считается недорого. Клубника ароматная и невероятная. Я купила нам старые билеты в кинотеатр на Суперсемейку 2. Я сделала дома попкорн в микроволновке. У меня просто очень много этого попкорна. Мы покупали его по акциям. И я подумала, а почему я должна платить сейчас за попкорн 15 баксов с колой, если я могу дома его сделать? Так что да. Еще у меня там плед, потому что я думаю, там будет холодно. У них ужасные кондиционеры. Сара, скажи, куда ты идешь? А угадайте, это вторая часть. Ну и супер. Угадайте, напишите в комментариях, что это вы там пишете. Суперсемейку 2? Конечно! Сара, ты прирожденный блогер. Давай ты будешь вместо меня вести канал. Ладно. Ладно. Нашего дома новый кинотеатр AMC IMAX. И мы идем туда. Здесь прям столовая огромная. И готовят первое, второе, третье блюда. Американцы любят поесть, конечно. Еще здесь такие аппараты с колой, с соусами, с салфетками. А здесь я вообще очень удивилась. I'm sorry. Что здесь? Это масло. Вы нажимаете, и льется масло в попкорн. Это если вы так вдруг не поправились. И соль вот здесь. Соль и масло. Ужас. D8, D9. Смотрите, какие сидения. Так, твое девятое, да. Это просто шок. Культурный шок. У нас тут двигается сидение. Полностью, представляете? Вот он наш эконом-вариант. С попкорном прокатил. Пока реклама еще идет. Итак, только что мы вышли из кинотеатра, и уже полдесятого вечера мы зашли в 7.15. Должен был начаться сеанс, а сеанс начался в 7.40. Все это время мы смотрели рекламу. Мало того, что мы на 15 минут раньше пришли, мы пришли в 7, а не в 7.15. Усели свои удобные кресла, и мы смотрели 40 минут рекламу. Представляете? 40 минут мы смотрели рекламу. И почему-то задержали фильм. Может быть, так здесь и принято, в принципе. Сара, тебе понравился мультик? Да. Да, ну вот, конечно, половину мы не понимали, но суть и смысл, в принципе, понятен на английском. Хорошая практика языка некоторых слов. Ну, вспоминала я. Сара сказала, что тоже поняла кое-что из мультфильма. Так что мы, в принципе, довольны. Но немного затянуто было. Диалогов много в самом начале. А когда ты половину не понимаешь, ты эти диалоги слушаешь, слушаешь. И немножко захотелось спать, потому что были суперудобные кресла. В общем, ребята, я сейчас при вас буду распаковывать эти документы и покажу вам результат по моей визе. Я очень переживаю, волнуюсь. И у меня трясутся руки, ноги. Я записываю этот кадр уже раз десятый, наверное, или если не двадцатый. Потому что у меня все время запинается язык, и моя речь вообще несуразная. Но это все от волнения. Поэтому давайте я сейчас раскрою все, раскрою документы и покажу вам. Вы знаете, я сейчас раскрыла документы и... И мне дали визу с Сарой! Боже, что-то там классно даже на фоне. Я еле держусь, чтобы не расплакаться. Нам дали визу. У меня вот уже потекла подводка моя. Ой, так. Вы просто не представляете, сколько было препятствий на моем пути получения О1. И сколько всего происходило. Сколько было палок в колеса мои. В колеса. Сколько было преград. Сколько было нервов потрачено. И денег, и вообще всего на свете. Я в шоке, ребят. Я хочу выразить огромную благодарность тем людям, кто мне помогал. Помогал в этой визе. Как сказал один блогер недавно. Я за одним блогером слежу в Лос-Анджелесе. Дима. У него канал называется «Тысяча дней». И они со своими ребятами тоже недавно получили эти визы. И они были такие счастливые. И помню эту фразу. И они сказали «Мы теперь легальны». Хотя, блин, мы тоже были легальны. Но все равно этот статус неопределенности. Но эта фраза мне так запомнилась. И теперь я ее могу тоже смело сказать. Мы теперь легальны. Это выглядит вот так. Это часть документа. Остальную часть я скрыла. Потому что там конфиденциальная информация. И мне одобрили визу У-1 на 3 года. Ее можно потом бесконечно продлевать. Я могу вылетать из США и влетать в США бесконечное количество раз. И в дальнейшем после этой визы я могу подавать смело на гринкарт. Вот так выглядит Сарын класс. Я немножко оговорилась. Это не виза. Это статус У-1 у меня. У Сары статус У-3. Если у меня был раньше В-1, В-2 туристическое. То сейчас у меня У-1. А у Сары У-3. У Сары отличается. Так как она член семьи. А член семьи, которые идут по моей визе, они получают У-3. По У-3 работать нельзя. Можно только учиться. Так что вот такие дела. Я знаю, что я должна снять визу о том, как я получила этот статус У-1. Какой был путь. Нелегкий у меня. И я вам, конечно, все подробно расскажу. Может быть, вам будет очень интересно. Я думаю, что многим интересно. Потому что эта виза экстраординарная для талантливых людей. И знаете, многие меня осуждают. И пишут о том, что зачем я выбрала такой сложный путь. Зачем мне эта Америка. Есть намного интереснее страны. Даже Европа. Где жизнь дешевле. И меньше нужно будет платить налогов. Я не скажу, что этот путь сложный. Я хочу набраться опыта какого-то. И если мне судьба предоставила такой шанс. Я с удовольствием им воспользуюсь. И не собираюсь я сдаваться. Я и не собиралась сдаваться. И знаете, у меня всегда в жизни так получалось. Если я чего-то очень сильно хочу, у меня обязательно это сбывается. И когда я себе поставила цель получить эту визу, я почти была на 95% уверена, что мне её одобрят эту визу. Я знала. Мне многие отговаривали. Говорили, что, боже, ты посмотри на себя. Какая ты экстраординарная. Что в тебе экстраординарного? Конечно, эти люди подрывали мою уверенность в себе. И страшные форумы, страшные обсуждения, страшные люди, которые говорят вам, у вас не получится. Ты посмотри на себя, что в тебе экстраординарного. Или что в тебе особенного. Какие у тебя таланты. На этот период у меня столько всего произошло. Вы себе не представляете. У меня произошло столько плохих моментов, что даже за счёт этих моментов я могла собрать чемодан и уехать домой. Куда домой только? Не знаю, куда домой. Уехать, вернуться к себе в страну, поджать хвост, закутаться в одеяло и проплакать неделю, пролежать. И что бы тогда получилось? Что бы тогда вышло? У меня было здесь столько ситуаций, которые меня останавливали, которые меня пугали. Которые меня просто сбивали с курса, сбивали с пути. И это было всё возможное. Вот всё, что вы себе можете представить, что может произойти с человеком, практически это всё происходило со мной. Боже, ну кроме болезней каких-то и каких-то катастроф глобальных. Тфу-тфу-тфу, чтобы этого не было больше, никогда не произошло. Я этого не хочу. И всем желаю только позитива. Я на самом деле всегда позитивно мыслила, верила в себя, верила в то, что я делаю. И это работает, ребят, это работает. У меня есть много таких вот мотивирующих для самой себя каких-то вещей, которые я делаю. Они меня действительно мотивируют и направляют по жизни правильно, наверное. Я никогда не утверждаю 100%, что всё, что я делаю, это правильно. Но я чувствую, что мне так нужно. Я чувствую, что сейчас я должна находиться здесь. Я поняла за свою недолгую жизнь, в принципе, не очень скучную и не очень обыденную, и не суперяркую, в принципе, да, не супергладкую. У меня в жизни чего только не было. Я поняла для себя такую вещь, что есть интуиция у людей, у всех практически есть интуиция. Самое главное прислушиваться к себе и выбирать, делать правильный выбор. Иногда ваш выбор, он может быть сумасшедшим и для многих казаться совершенно неправильным. Но если вы чувствуете внутри, что это правильно и нужно именно для вас, именно для вас, что вам от этого станет легче, станет лучше и изменится ваша жизнь, у вас всё получится. Ребят, я знаю, что во мне, в принципе, нет ничего такого суперэкстраординарного. Я знаю, что под экстраординарностью подразумеваются супервыдающиеся медики, врачи, спортсмены, да, кто добился реально каких-то крутых результатов. Я не могу назвать себя суперталантливой или супер какой-то крутой блогершей, да, именно по блогерской работе я попала сюда, в Америку. Именно YouTube и Instagram дал мне такую возможность. Может быть, во мне ничего такого нет особенного, но я знаю, что я такая, какая я есть. Я знаю, что я настоящая, что я это я. Если кто-то посчитал в правительстве Америки, что я экстраординарная, то я в это верю тоже. Если вы верите в себя и если в вас верят люди, пусть это будет даже небольшой процент, но если в вас верят и вы верите в себя, то вы уже экстраординарный человек. Вы необычный человек. Всё, я заканчиваю это видео. Хочу поскорее для вас его выпустить, хочу поделиться этой новостью. И если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Спасибо всем за просмотр. Я желаю всем добра, позитива. Люблю вас. Всё благодаря вам. Всё благодаря вам. Спасибо большое. Спасибо.